Буэнос-Айрес! Сегодня видос у нас будет моднейшим в формате видеоблога, потому что руки не доходят что-то делать полноценные видосы, пилить, ну такие с монтажом, с музычкой. Пообщаться с вами хочется, потому что я, по-моему, между видосами успеваю постареть немножко. Я сейчас смотрю, знаешь, аналитику там, когда было просто больше времени, меньше работы, ну там, раз в неделю мы делали видос, там, раз в две недели. Я сейчас смотрю, последний, значит, месяц назад, еще последние четыре месяца, наверное, полгода назад, вот поэтому сегодня, ну так просто мы работаем с Вазимом и покажу вам что-нибудь, вот движуху какую-то, да, которая у нас происходит. У нас тут, значит, тут есть моднейший сам, сейчас, с какой стороны его нафиг смотреть. Ну сейчас мы его вернем, мы отрезали просто нижние, вот эти нижние излишки. Сейчас вот есть дисплей, завтра сдавать эту баночку и сейчас я покажу, как мы отрезаем вот тут внизу вот этот герметик, кальмара, да, мы их называем, но понимаешь, то есть, когда ты прокачиваешь здесь, вот эти швы, у тебя есть возможность сформировать и здесь, изнутри и снаружи, а тут мы оставляем такую колбасу, и я покажу. Ну давай собака, ну вот видно, да, вот она торчит, и ее, соответственно, мы отрезаем уже потом по факту, когда аквариум высыхает. Вообще, надо нам этот видос снимать, мы такие охеренные проекты делаем. В общем, смысл как раз в том и получается, что мы пилим какой-то, ну просто бомбического размера проект, мы сейчас вот, наверное, третий месяц делаем, в прошлом выпуске, который был там, сколько-то, месяц назад, да, в предпоследнем виде ли мы делаем там две банки таких гигантских, там, ну такой монументальнейший просто каркас, мы туда уже кучу раз ездили, я смотрю те видосы, когда мы его начинали, у меня там были маленькие усы, я был почти лысый, то есть у меня он сколько уже, мохна отросла. Вот, именно по этой причине видосы редко выходят, что мы делаем что-то большое и пытаемся потом в один все это запихать. Но по факту получается, что этот материал копится, 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 и у нас на самом деле до хрена лежит снятых объектов, готовых уже, которые надо просто сесть, монтировать. Вот, ну и просто, чтобы с вами, я говорю, потрещать там в комментариях, там, здесь, решил такой сегодня блок запилить, так что нечего мне тут предъявлять. Вот сейчас мы переворачиваем танчик, ну это же очевидно, сейчас, сейчас все вылезет еще, зачем это было говорить. Вообще, подожди, не оторвай, я тоже покажу. Вот, и у нас аквариум стоял на вот таких брусочках, да, вы их там сто раз видели в моих предыдущих видео, на которых я клею на деревянных, они больше всего подходят, и они не приклеиваются к герметику, и, в общем-то, хорошо отлипают, да. Конечно, хорошо отлипают. Значит, какой момент, чтобы его ровненько срезать, потому что если срезать сразу лезвием, да, вот так, то он будет такой зубастый, этот рез, да, а если намочить его, то, получается, да, получше скользит и лучше срезает. Ну вот, лучшие мировые стандарты. Мы не хвастались обновкой, по-моему, ни разу не показывали, и я знаю, что меня смотрят до хера с клейщик. Наверное, больше, чем покупатели аквариумов, я не знаю. Хочу посоветовать компрессор вам. У нас был такой, тоже безмасленный, как он называл, фубак он назывался, с маленьким. У него такой же ресивер небольшой, но шумный, просто атас какой-то. Я сейчас покажу, на самом деле, у меня есть. Сравнительный, короче, тесто-обзор сейчас, да. Вот это вот, да, вот так это хероборо выглядит, вот это фубак, вот он называется, фубак. Сейчас я включу, ну, просто поржать, да, пока. Тут не очень поздно еще, сейчас можно пошуметь, наверное. Внимание! Капец, вообще страшная вещь, ну, по ощущениям, типа, какой-то боинг взлетает. Недавно мы обзавелись таким вот компрессором, называется он Патриот. Не знаю, почему, что за какая-то тупость писать слово Патриот латинскими буквами. Это Патриот какой страны, не понимаю. Может, Патриот Китая? Вот, называется Патриот. Сейчас включу, как он работает. Тоже вот безмасленный, но мы прям фанатеем, лялечка просто. Так. Ну, ты понимаешь, да? То есть, можно там, можно говорить, говорить свободно мы им. И там, когда допоздна, да, работаем на объекте, включаем его смело в жилых помещениях, и музыку можно слушать, в общем, если кому надо. У него не очень большой ресивер, то есть, вот, для там каких-то, не знаю, покрасочных работ, я не знаю, но вот у нас чистый для подсклейки, отличная штука, и почему адекватный ценник, гуманный на нем. И сейчас второе. Да, и... Ну, вот, я не знаю, мы вот недавно клеили там стандартный 1200-500-500, он, наверное, два раза включился, ну, то есть, так, вообще, очень тихий класс. Ну, вот, натирка у нас такая происходит тут, сапог. Хочу еще про дырочки свои поговорить. Вот эти. Не те, что ты подумал. Вот. Здесь три отверстия с зенковкой. Делайте зенковку, кстати, это плюс 30 рублей к стоимости дырочки, но зато она такая получается аккуратненькая. Заказывайте на фабрике, когда делаете отверстие. Здесь три отверстия по 30 миллиметров под три муфты, а муфты под 25-ю трубу. Значит, один слив, это основной слив, один аварийный и еще один, это возвратная труба. Да, ну, вот аквариум, соответственно, лежит. Вот он через шахту будет возврат тут внутри аквариума пропущен, чтобы не тащить снаружи. Вот. И, собственно, осталось сейчас наклеить нам пленку. Завтра наклеим... Я же вовремя не купил. Наклеим переливной гребень и, в общем, повезем ставить на объект. Тоже, может быть, захвачу камеру с собой и покажу уже там, да, или не покажу. Не буду, не могу обещать. И вот еще плюшка одна. Я вам жаловался уже как-то, что вот так притупить уголок, как вот здесь он, стоит то ли 40, то ли 50 рублей. Да, то есть, понимаешь, о чем речь. Вот идет фаска здесь, идет фаска здесь. Вот этот обычно острый оставляют. Почему нельзя нормально сделать, а? Сделать уголок просто и будет везде красиво. То есть вот этот... Вот эта фаска, она будет переходить в фаску бокового стекла уже. Видит? Ну, настоящий фэн-шу и дзен можно... Можно трогать, прям трогать, вот можно до бесконечности. У нас тут вот непредвиденное наклеивание пленки, мы тут инструменты. А покажите, какой хероборой вы там в базилку идете, да. Мы, кстати, купили... Ну, у нас офигенное количество обновок, просто, видишь, не показываем, все в секрете. Купили прикольные шпасели. Не знаю, есть ли в вашем городе магазин Косторама. Мы купили там, желтенькие такие, очень прикольные, резиновые. И жесткие, жесткие, ровные, да. Давай, покажи покрупнее. Меня спрашивают бойцы всякое. Вот. Такой. О, тряпочка розовая. Класс. Мне надо эти... Тапочки. Ну, топчули-то, надо козырные такие розовые. Нормальные. Ну, в общем, вот. Вот эта боковая стенка, а эта задняя. Подсохнет, когда нельзя сразу... Ну, вы в курсе, что я рассказываю. Нельзя сразу, например, обрезать вот эту пленку, потому что ровно не получится. Я сам пробовал. Она должна высохнуть, но там денек пройдет, и можно вот эти края, я вот об этом говорю, да. Вот эти края, ну, на завтра там отрезать уже. Вот. А сейчас будем пилить такой вот танчик. 1200, там, на сколько-то, на 400, на 500, что-то в этом роде. 5 деталек всего, то есть два лица. Вот одно лицо, второе дно и две боковушки. Сейчас поставим, будем собирать. Время уже, по-моему, 9. И что-то как-то такое. Такое. А вот у нас еще обновка. Блин, реально так давно видосы не выпускали, что мы уже, наверное, полностью инвентарь обновили. Короче, вот. Охерительная вещь. Это что? Это электронный... Уэй! Раз. Прикинь. Дигитал, левел, но температур, дрифт. Пожалуйста. Охерительная штука. Ты не помнишь, сколько стоило примерно? Бобос. Еще обороты. Еще полторы. Для мажоров. Очень-очень удобная штучка. Мы прям на объекты приезжаем. Во-первых, ну такие, как, знаешь, мажоры такие. Фа! На стоянку. Вот такой исполник приложил. В общем, рекомендую. Вот кто... Да, у нас сегодня, наверное, такой выпуск для профессионалов, как раз. Кто ставит постоянно банки, рекомендую такую штуку и обзавестись. Во, охерительная удобная штука. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага, нормас. Надо придавить. Угу. Все? Дави. Угу. Есть красивые показатели зрителям? Или все фуфловые получились? Ну-ка, ну-ка. Нет, это очень мало. Этот, этот некрасивый тут, да? Сверхосовый. Да у меня объектив ни хера, ни макро, тут все красивые на нем. Ну, не знаю, где красивый-то. Тут сопли какие-то, короче, нет красивых сторон, да? Нет. Надо пока. Да как не надо. Все, все пучком. Просто идеально. Дайте маркер жирный. Написать ISO 9001 вот тут прям на этом стекле или на этом уже где-нибудь. Все же вот прям чики-брики-пики. Супер. Потому что мы красавчики. Что тут хвалиться? Нет, это просто объективная реальность, короче. Ну, чтобы у других так же было. Да, и это все к чему, собственно, телега-то. Чтобы у вас было так же, это, мысли преступления сосредоточил свое, что ты лучший красавчик, вот. И все будет пучком. И будете таковы. Да, вот. Еще, пацаны, напишите в комментариях, или поставьте дизлайк, или лайк поставьте, чтобы, ну, я понял, нужны ли нам на канале такие вот телеги. Да, ну, то есть, видео, которые без такого конструктивного подхода, типа, там, образователь или еще какие-то, просто такие... Как это? Потрепаться. Потрепаться. Да. Вот. Ну, что, тогда чао-какао. До встречи в новых видосах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok